В нашей республике лагерные театры начали появляться в 43-м, хотя кружки художественной самодеятельности за колючей проволокой создавались еще в 30-е годы. Абись, Ухта, Воркута, Инта, Печора. Среди осужденных по 58-й статье были блестящие артисты и музыканты Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и даже Харбина. Главный режиссер Большого театра Борис Мордвинов вспоминал, что в Иркутинском лагере долго не верили, что он тот самый Мордвинов. Борис Дейнека, которого знал весь Советский Союз, в его исполнении каждое утро по радио звучала песня «Широка страна моя родная». Насколько она широка, стало понятно в зоне Заполярье. Известного кинодраматурга Алексея Каплера, автора сценариев к фильмам «Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году», не спасла даже сталинская премия. Он отсидел в Коме СССР 10 лет. Такая концентрация талантливых творческих людей не могла не вылиться во что-то особенное. Так родились лагерные театры. В Иркутинске даже попал в кинохронику 1946 года. В Иркуте младшая дочь в семье советских городов. Но она уже прочно стоит и живет полнокровной содержательной жизнью. Потом с ними обязательно поднимутся их неразлучные спутники, дома культуры, школы, театры. Большой любовью шахтеров пользуется музыкально-драматический театр в Иркуте. Думал ли когда-нибудь французский композитор Шарль Лекок, что его веселая оперетта дочь Ангок будет исполняться заполярным кругом? Из месяца в месяц растет население нового города. Это маленькие граждане Заполярья. Их руда. Суровый климат не мешает им быть здоровыми, крепкими, жизнерадостными. Они мужают и набираются сил вместе со своим юным городом. Конечно, в фильме не сказано, что на сцене в большинстве своем играли заключенные. Сами артисты не распорили, а насколько правомерны лагерные театры. Пристало ли настоящему артисту взять на себя роль развлекателя жандармов и тюремщиков? Не становится ли он при этом пособником жестокой карательной системы? Вот как на эти вопросы ответила Тамара Питкевич, автор книги «Жизнь сапожок непарной». Она отбывала наказание в книжпогосте. Была участницей театрально-эстрадного коллектива. Она умерла две недели назад в возрасте 97 лет. Вот что написала. Многие задают вопрос, как вы относитесь к лагерному театру, как к уродству в уродстве, как к нравственной непристойности я отношусь к тому, что его породило. В преступное время ни вольный, ни лагерный театр свободным быть не может. Но иногда лагерный театр заставлял и зрителя, и актеров вспомнить, что они люди нечасто в иную минуту. Чтобы понять, что все-таки значил театр для тех людей, кто играл на сцене, и тех, кто находился в зрительном зале, давайте вспомним, как создавался первый заполярный театр. Весна 43-го года. Воркута – это бараки и сплошная зона. Почти 25 тысяч заключенных и всего 6 тысяч вольнонаемных, из которых многие – это освободившиеся языка. Из Сталинграда в Воркуту направляют инженера-полковника Михаила Мальцева, командующего саперной армией, возводившей оборонительные сооружения. Его задача – дать стране уголь. Донбасс был взят немцами, а подмосковный угольный бассейн разрушен. Свою задачу начальник Воркутстроя выполнил и в 1945-м получил звание генерал-майора. Но Мальцев строил не только школы. Воркутинский музыкально-драматический театр – это его детище. В своих воспоминаниях заключенные, в том числе артисты, с большим уважением говорят об этом человеке, нетипичном для системы НКВД. Труженик, хозяйственник, дотошный, жадный до любого дела и очень неравнодушный к людям. В сентябре наша съемочная группа побывала в Москве и записала интервью дочери генерала Мальцева Майи Михайловны. Когда семья Мальцевых приехала в Воркуту, Майи Михайловне было 8 лет. По ее словам, тогда это был серый, мрачный поселок. С 1943-го город начал быстро расти. Возводились не только шахты. Здесь появились родильный дом, стадион, бульвар Победы. Но особое место в ее детских воспоминаниях занимает театр, где она бывала постоянно. Причем Майя Михайловна уверяет, ее отец никогда не был театралом. Он из простой рабочей семьи, а полюбил театр именно в Воркуте. А откуда у него любовь к театру? Я думаю, из-за тех людей, которые его окружали. Понимаете? Вот я думаю, что если бы не было вот той плеяды артистов, которые приехали в Воркуту не по собственному желанию, вот эти люди его, по-моему, и вдохновили. Начальник Воркутстроя НКВД Михаил Мальцев смотрел на театр как на свое детище и старался создать для заключенных артистов и музыкантов приемлемые, насколько это возможно, условия для работы. Воркутинский театр был действительно чудом. Так говорят и те, кто играл на сцене, и те, кто находился в зрительном зале. Это был глоток свежего воздуха. Воркута и театр – это, ну, как что-то необыкновенное, что-то вообще, ну, непонятное даже было. Среди вот этой тундры, вот этого постоянного холода, темноты. И вот вдруг возникло такое, ну, такое событие, которое переворачивало твое мировоззрение, понимаете? Что есть еще что-то, есть еще более красивое, да? Есть прекрасные люди, которые так потрясающе поют, танцуют. Ну, в общем, это, понимаете, это совершенно невозможно сравнить с тем, что я вот иду в Большой театр или в тот же театр Аперетты или, да? Это совершенно другое ощущение. Майя Михайловна помнит, как долго аплодировали после каждого спектакля, как дарили цветы, сделанные из бумаги, как мама и ее подруги пекли пироги, чтобы накормить голодных артистов. Здесь, в театре, стиралась граница между заключенными и вольно-наемными. Гораздо позже, уже в Москве, отец не раз говорил, что Воркута для него остается лучшим городом мира. Он вспоминал о Воркуте, как о каком-то куске своей жизни, который дал ему очень многое. Дал в понимании того, что вообще происходило. И, по-моему, в этот период времени он мог и проявил свое отношение к человеку. Он, понимаете, вот, конечно, его должность заставляла его трудиться и требовать от людей, можно даже сказать, подвига. Но наряду с этим он очень был справедлив и никогда, по-моему, не обижал людей. В московской квартире Михаила Мальцева, который после Воркуты занимался атомным проектом СССР, нередко собирались артисты, бывшие заключенные Заполярия. Кому-то он помогал найти работу, а кому-то решить бытовые вопросы. Спустя четверть века после его смерти в 2008 году Михаилу Мальцеву было присвоено звание почетного гражданина Воркуты. Цитирую, за выдающиеся заслуги в становлении города. Сейчас у нас на прямой связи по скайпу Воркута старший научный сотрудник Воркутинского музейно-выставочного центра Федор Колпаков. Федор Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Майя Михайловна Мальцева передавала вам большой поклон. Поклон Воркуте. А у меня вот какой вопрос. Насколько на самом деле лагерный театр был спасением для воркутян? Вот так тогда называли воркутинцев. Не воркутинцы, а воркутяне. Да, по-настоящему спасение было объективным. Об этом говорят и воспоминания тех людей, которые сохранились. Причем воспоминания и привязанные по времени к жизни тех людей, кто прошел путем гулаговским. И воспоминания гораздо позже. Это было, знаете, спасение такое двух уровней. Сперва физическое от общих работ. А в том, что спасение духовное, эмоциональное для людей, которые не могли жить без искусства, без театра. И что было для человека важнее? Вот зависело, конечно, от личности человека, который прошел через театр, через воркутинские музыкальные, драматические. Федор Николаевич, вот было такое прекрасное здание воркутинского театра. Архитектора Лунева. Оно сгорело в 1958 году. Мы с вами были там в сентябре. Вы мне показывали это место. Заросли ивы. Очень неприглядная картина. Вы не хотели бы установить там памятный знак или воркутинцию? Вы знаете, над этим мы уже думаем. И по-настоящему, знаете, сегодня вот наша встреча, она как бы иллюстрирует великую силу телевидения. Я думаю, лет через 15, проводя экскурсию, меня спросят, а кто стал инициатором создания памятника на месте театра? И я с чистой совестью смогу сказать, что это был прямой эфир с коллегами из Юргана. Они предложили, прям в прямом эфире взяли на себя где-то даже шефство над этим памятником. И оно получилось. Федор Николаевич, я теперь чувствую огромную ответственность. Спасибо за ваше интервью. Всего вам самого доброго. Всего доброго. А у нас в студии находится автор книги о тех, кого помню и люблю. Заслуженный работник Республики Коми Галина Юрьевна Ширяева. Галина Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер. В этой книге очень много воспоминаний о репрессированных артистах, музыкантах и дирижерах, с которыми вы работали вместе уже в Сыктывкаре, которых вы помните и любите. И, наверное, хотелось бы начать с Валентины Мефодиевны Ищенко. Она была звездой в Оркуте, звездой в Оркутинского лагерного театра, а потом звездой Сыктывкарского музыкального театра. И вы были коллегами. Ну, коллегами мы были очень недолго, те годы, которые я была в театре артистской балета. Но знакомство ее такое заочное случилось намного раньше. Дело в том, что я дружила с дочкой балетмейстера театра Ваховского, Георгия Замоновича Людой, и часто бывала в театре уже с третьего класса. Я просто наблюдала, как мозаично развивался театр, как я удивлялась голосам, еще от того ничего не особенного и понимая это, конечно. При меня рождался и балет «Ягморт», я видела, как это все проявлялось. И Валентина Мефодиевна меня поразила. И так отпечаталась в памяти на всю оставшуюся жизнь. Потом уже, когда я стала артисткой, когда познакомилась, я узнала немножко тогда уже о ее тяжелом прошлом и оборажалась ее интеллигентностью, ее высокой культурой. Без всяких таких громких слов. Это просто удивительно. Сейчас это в продолжении вашего разговора, потому что действительно артисты, прошедшие такую жестокую жизненную школу, они не только не потеряли своего человеческого достоинства, они остались высокодуховными, высокообразованными, интеллигентными, аристократами. И вот это все было и Валентине Мефодиевне Ищенко. Когда я пришла, она уже блистала, как бриллиант буквально. И я счастлива, что сегодня у нас есть запись ее голоса. Знаете, вот я бережно храню ее, она досталась совершенно случайно мне. И я рада, что сегодня вы знаете об этом, что есть такая запись. Галина Юрьевна, у нас есть еще и видеозапись. Давайте ее посмотрим. В 2004 году наш телеканал записал Валентину Мефодиевну Ищенко. Вот давайте мы сейчас посмотрим. Моя грусть, что я заключенная, что меня ждет, у меня все это исчезло. Я актриса, я в театре, и моя жизнь продолжается в театре. Какой обед нам подавали, каким вином нас угощали. Уж я его пила, 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 и до того теперь дошла, что просто готова, готова. Но об этом ни слова. Вот у Валентины Мефодиевны Ищенко был такой интересный факт в биографии. Он известен, но тем не менее очень значимый. Она получила звание, еще будучи не реабилитированной. Ведь большинство артистов в 90-е годы только получили звание. Ну да. А это произошло в 60-е. Совершенно верно. Благодаря тому, что ее мужем стал главный режиссер театра Ираст Алексеевич Попов. Он полюбил и взял в жены бывшую политзаключенную и сделал все, чтобы она стала заслуженной артисткой. Ну вот я из своей истории могу рассказать, что уже будучи артисткой, я случайно оказалась в квартире ленинградского профессора Луканина. И когда я пришла, он узнал, что я артистка музыкального театра. Первый вопрос был, как там Валентина Мефодиевна поживает. По ней большой театр плачет. Какая певица. Вот видите, знали ее, конечно, не только у нас в Сыктывкаре, знали во многих городах. Потому что такой голос нельзя было не знать. Но, однако же, перед каждыми гастролями за пределы республики Валентина Мефодиевна вынуждена обращаться. Руководство театра получало специальное разрешение на выезд за пределы республики Коми. Галина Юрьевна, вы, наверное, знаете, что Валентина Мефодиевна Ищенко в Иркуте жила в одном бараке с Валентиной Георгиевой Токарской. Тогда уже разрешили артистам делать перегородки. В бараке получалась отдельная купе-кабинка. Так они называли свой угол. А Валентина Токарской до войны была звездой московского мюзик-холла и театра «Сатира». И вся страна ее знала по кинокомедии «Марионетки» 1934 года. Есть на земле далекий кран, Валентина Токарской до войны была звездой московского мюзика. «Старской до войны была звездой московского мюзика». «Ах, я хотела бы, чтоб ты меня взял в бараке, а в бараке лая». Забудет, забудет неудачи, мой парчик-пай, Поедем, поедем поскорей, милый Парагвай. Однако вместо Парагвая были немецкие плены, работы в оккупации и в Иркутинский лагерный театр. После освобождения Валентина Токарская вернулась в Москву, в театр сатиры. Но писала, что именно в Иркуте сыграла свои самые лучшие роли. И добавим, что именно там она встретила большую любовь к своей жизни Алексея Каплера. Хотя в системе ГУЛАГа любовь между заключенными была категорически запрещена. Весной в Москве вышла книга о Валентине Токарской. Совместный проект Бахрушинского музея и театра сатиры. Вот эта книга 400 страниц. Кстати, на обложке портрет Токарской, написанный художником в Иркутинского лагерного театра Петром Бенделем. Книгу эту нашему телеканалу подарила один из авторов Галина Полтавская. Сейчас Галина Михайловна с нами на связи по телефону. Галина Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, да, я слушаю вас. Галина Михайловна, вы много общались с Валентиной Георгиевной Токарской. Что она говорила о Воркуте и в Иркутинском театре? Ну, Валентина Георгиевна, конечно, считала Воркутинский театр просто спасителем ее. Именно Воркутинский театр ее спас, и она могла пережить вот эти ужасы лагерной жизни. И вы уже говорили о том, что она сыграла такие потрясающие роли, которые, наверное, в Москве бы ей не удалось это сыграть. И в лагере вот встреча с Алексеем Каплером, огромная, ну, самая большая любовь ее всей жизни. Кроме того, вы же прекрасно знаете, какой популярностью она, так сказать, пользовалась в Воркутинском театре, как ее любили зрители. И, кроме того, потрясающие партнеры. Она всегда, ну, последние годы, последние годы очень много нам рассказывала о Воркутинском театре. Галина Михайловна, вы знаете, вы сами говорили, я смотрела ваше интервью, что до последнего момента Валентина Георгиевна-Токарская, она волновалась, куда же попадут лагерные письма Алексея Каплера. И вы ее всегда успокаивали, не волнуйтесь, вот где они сейчас? А сейчас ее архив находится в Театральном музее имени Бахрушина. И как раз мы с ним работали, вот когда делали книгу. Галина Михайловна, спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо вам огромное за ваше интервью, за очень серьезную работу. И уникальные просто письма собраны в вашей книге. Ну, надеюсь, еще будет фильм на канале Культура. Работаем над ним. Спасибо вам огромное. Это программа «Детали дня». Мы говорим о лагерных театрах, которые спасли жизнь многим артистам-заключенным. Они работали на износ, давали по 600 спектаклей в год, чтобы только не возвращаться в зону в бараке. Остались воспоминания Марии Вундер, балерины Воркутинского театра, вольно-наемной жены репрессированного художника Якова Вундера. Это видео из личного архива известного оператора Владимира Полянского. Впереди собаки. Сбоку собаки. Сзади собаки. Ну и, естественно, вохровцы. Идут они в валенках, в шапках. В таких... Вы извините, я сейчас, наверное, заплачу. Ну, потом их заводили, вот здесь не видно, вот там был служебный хвод. Их заводили в театр. После этого они там раздевались на служебные вешалки и проходили по гриму уборным. Ну и когда они расходились по гриму уборных, то они уже имели, конечно, человеческий вид. В течение пяти минут так было уже установлено, они должны были переодеться, перевести себя, причесаться, и должна была начаться репетиция. И вот, несмотря вот на это все, многие артисты напишут, что в Иркутинский период был самым дорогим в их жизни. Многие получили профессию в лагерном театре и потом, после освобождения, стали звездами в ведущих театрах по всей стране. В Омске сейчас живет Маргарита Артуровна Рейзовых, по мужу Лаврова. Она носит звание легенда омской сцены. Старожилы вспоминают, когда Лавровы выходили из театра, казалось, движение на центральной улице Омска останавливалось. Настолько их любили, и настолько это была красивая пара. А ведь все начиналось с Иркуты. Мы связались с Маргаритой Артуровной по телефону. Иркутинский театр – это был для нас рай. Были великолепные актеры и великолепные люди интеллигентные, да? Там прямо как на подбор были все. И нас называли девочки Риточка и Адочка, да, Риточка и Адочка. И все с нами возились, и все нас учили. И благодаря этому мы стали актрисами. У меня был от природы хороший голос, крепкий и красивый. А Адочка сразу в балет попала. Так что мы учились. Я там, я одному, она другому. Но вместе с тем мы учились что и как делать на сцене. Вы знаете, конечно, эту атмосферу создавал тогда главный режиссер Воркутинского театра, бывший режиссер Большого театра Борис Мордвинов. Он задал и высокую профессиональную планку, он, конечно, и показал, какими должны быть человеческие отношения. Галина Юрьевна, Вы в своей книге написали о выдающихся дирижерах Советского Союза Николай Клаусе и Владимире Каплуно-Владимирском, которые сидели тоже у нас в Коме СССР и потом работали в Соктовикарском музыкальном театре. Даже вот, вы знаете, настолько впечатлена вашей передачей, что не знаю, на чем остановиться. Потому что, конечно, мои воспоминания это просто эмоциональные всплески в ту большую тему, которую вы сегодня поднимаете. Ну, что Клаус Николай Профеевич, ну, первые мои воспоминания. Мне же было 17 лет, когда мы пришли, а он уже был маститый, он уже прошел эту страшную школу. И что запомнилось? Его необыкновенная интеллигентность. Как он тихо со всеми разговаривал. Как он не мог, если кто-то его огорчал из музыкантов, он и вызывал, говорил, «Деточка, надо поработать. Давайте обсудим». И начинался разговор. Он не распекал его за, ну, что-то там не так было сделано. Он деликатно начинал рассказывать о музыке, о том, что такое музыкант и дирижер, что это должен быть общий коллектив, это общие действия. И все превращалось не в ругань какую-то, не в обвинение, а в воспитание. Его очень любили. Он так погружался во время спектакля в тему музыкальную, что часто делал паузы. Да, я помню, выражение было. Да, Клаус любитель пауз. Да, необыкновенный был человек. Он ведь отбывал наказание в Инте и работал в шахте. А вот Каплон Владимирский, он создал в Ухте, будучи заключенным, первый симфонический оркестр. Оркестр, да. Ну, корифея нашего музыкального мира, города, республики Коми. Ну, тоже необыкновенный человек. И тоже, вот поскольку я была совсем молоденькой, первые впечатления такие, знаете, ну, что за человек такой доброжелательный. И улыбчивый, и шляпу приподнимет, и ручку поцелует. Всегда полные карманы конфет, которым он, значит, женщина всем дарил. Всегда какие-то комплименты. Никто бы не подумал о том, какая судьба ему готова была. А ведь в 20-е годы он был уже известным дирижером. А в 35-м году, за год до ареста, он стал главным дирижером Большого театра. Вот представляете, вдруг вот был Большой театр, и здесь сегодня уже республика Коми. И люди продолжают творить. Не теряют своего творческого потенциала. И создают первый симфонический оркестр республики Коми. Ну, просто потрясающе. Вот. В свои 80 лет, да, во-первых, у него была необыкновенная память. Все помнил, все партитуры помнил. И обращали мы внимание, когда он дирижировал оркестр. То есть он не смотрел в ноты. Он не смотрел на ноты, перелистывал машинальные листы, он знал все наизусть. Шутили музыканты, что Клаус готов жить вечно, всегда готов встать за пульт. Почему? Потому что даже в тех моментах, когда он дирижировал... Это вы уже на Клауса переключились? Ой, простите, не на Клауса, на Клауса Владимирского, да. Он садился на последний ряд, в последнем ряду зала и смотрел партитуру. Он всегда был и так готов, наизусть знал, но он всегда готовился к этому моменту. Когда была репетиция, скажем, потом обсуждение этой репетиции в зале, заканчивалась репетиция, он шел к бортику оркестровой ямы и, несмотря на то, что ему было уже за 80 лет, легко перебрасывал ноги и оказывался за пультом. Хотя все мы, остальные, шли, как полагается. Вот он демонстрил такую необыкновенную молодость, жизнелюбие, жизнерадостность всегда. Это поражало. Галина Юрьевна, вот вы очень трепетно к этой теме относитесь. Вы помните, вот артисты в начале нашей программы, я процитировала, они сомневались, насколько настоящий артист может выйти перед жандармами и выступить. Сейчас прошло время. Как-то мы переосмысливаем значение лагерных театров. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Это вызов судьбе, я бы так сказала. Это вызов вопреки оставаться человеком и нести искусство. Я думаю, что это был очень важный момент. И не случайно все они оставались высокого такого полета и творчеством занимались всю жизнь. И даже так интересно. Посмотрите, все они жили, прожили очень долгую жизнь. Да, 90-е больше лет. Да, да. Я думаю, что все-таки это вызов такой в хорошем смысле. Оставаться человеком и нести культуру, искусство, ну, в массы, получается, в нашу республику. Галина Юрьевна, огромное спасибо вам за участие в нашей программе, за вашу книгу, за вашу исследовательскую работу. А наш телеканал продолжает акцию «Спасти ребенка». Дамиру Атанасову из Сыктывкара срочно нужна ваша помощь. Малышу всего 4 месяца, но он уже перенес 4 операции. Еще как минимум 3 предстоит сделать. Мальчику необходимо высокотехнологичное медицинское вмешательство. Его уже ждут в Санкт-Петербурге. Лечение, транспортные расходы возьмет на себя Минздрав. Но лекарства, средства ухода, специальное питание придется оплачивать маме, которая воспитывает сына одна. Бесконечные капельницы питания через трубку и реанимационная система вместо люльки. Трудно даже представить, что пережил этот малыш. Он появился на свет на 3 месяца раньше срока. Ребенок любился в очень тяжелом состоянии, с кровоизлиянием в мозг, значит, с перфорацией кишечника, что уже выяснилось по факту. В реанимации, когда его пытались покормить, то есть покормили смесью кишечника, в связи с тем, что перфорированный взорвался, все содержимое вытекло, значит, в брюшную полость. В связи с этим его перевели, вот как раз в реанимацию, прооперировали, то есть и перевели в реанимацию Детско-республиканской клинической больницы. Здесь уже был под наблюдением. Сделали повторную операцию, что не позволило сшить кишечник в связи с тем, что он очень тонкий, он просто-напросто, после и правильно он рвется, он не выдерживает никакой нагрузки. Гидроцефалия, воспаление кишечника, список недугов, выполняют проблемы с глазами. У Дамира наблюдается отслоение сетчатки. За 4 месяца малышу провели 4 операции. Выдержать такое по силам не каждому взрослому, но, по словам врачей, у них уже были такие сложные новорожденные. И сегодня те вполне здоровые дети. У Дамира тоже есть шансы на выздоровление. Только в нашей клинике нет таких технологий, которые позволили бы продолжить лечение. Операция требуется по абдоминальной хирургии, то есть это закрытие стомы, это высокотехнологичная помощь. Первый этап – ребеночек прошел у нас, и вот второй этап требуется уже на уровне Санкт-Петербурга. Кроме того, нуждается в повторном оперативном лечении по поводу гидроцефалии, то есть нейрохирургическая операция – это второй этап. Первый был проведен у нас. И следующая операция – это по лазеркоагуляции сетчатки глаза, который тоже был проведен на нашем этапе, и требуется еще второй этап. Сейчас мама Дамира ждет, когда же настанет тот счастливый момент, когда она сможет взять сына на руки. Ведь самого рождения ребенка такой возможности у нее не было. А еще она мечтает забрать его домой и показать дедушке, который так ждет встречи с внуком. Рината верит, что это обязательно произойдет. Сегодня вся надежда на медиков Санкт-Петербургского педиатрического университета, где маленького сыктывкарца ждут в середине ноября. Детали дня можно посмотреть на сайте Юрган.РФ посредством функции управления просмотром телевидения Ростелекома. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова